Защита русскоязычного населения. Именно так Владимир Путин оправдывал восьмилетнюю войну на территории Донецкой и Луганской областей. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока Украины. Из той же КГБшной методички под названием «Как оправдать войну?» – причина Второй Чеченской войны. Расплата за погибших Россия. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и в сортире их замочим, в конце концов. Пропагандистская машина создает Путину образ мессии. Вот только западным лидерам мозг промыть куда сложнее. Посмотрите, что он сделал с этими людьми. Что вы об этом думаете? Он мясник. Мессия – защитник и оплот русского мира. Или все-таки безумный мясник, который убивает своих же россиян. Сегодня вы услышите конкретную цифру. Конкретное количество людей, которых своими приказами погубил лично Владимир Владимирович Путин. Поехали. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вторая чеченская война ознаменовала взлет рейтингов бункерного тирана. Причиной началу послужили сентябрьские теракты, обвинили в которых, конечно же, чеченских террористов. И все бы ничего, если бы не пресловутый рязанский сахар. В последний сентябрь в полчаса выступал министр Рушайло и директор ФСБ Патрушев, которые сделали два противоречия другу заявления. Рушайло рассказал о предотвращении теракта, а Патрушев заявил о том, что это были учения. Подполковник ФСБ Литвиненко в соавторстве с историком Юрием Фельтишинским написали книгу с кричащим названием «ФСБ взрывает Россию». Теракты, которые были в России, организованы ФСБ, как предлог для начала и первой чеченской войны, и второй чеченской войны. Провокация ценой жизни 250 человек, война, унесшая по меньшей мере жизни 50 тысяч военных и мирных жителей, и отравление Александра Литвиненко, не боявшегося озвучивать правду. Пока он еще мог говорить, он утверждал, что в его смерти виновен Путин. Все это для циничной цели – укрепления рейтинга в одного маленького, но очень жестокого человека. Цинизм и жестокость бывшего агента КГБ никогда не удавалось спрятать за нарисованным образом президента-добряка из народа. Смерть россиян для Путина на самом деле никакая не трагедия. И если вокруг затонувшей подлодки до сих пор не утихают споры о том, возможно ли было спасти хотя бы часть команды, то отрицать провальное решение по спасению заложника во время терактов в Нордосте и Беслане просто невозможно. Понятно, что захватывали Беслан чеченские террористы, тут нет никаких сомнений. Но так как проводилось освобождение заложников, уже относятся к ферии на приватеского отношения к человеческим жизням, в том числе и к жизням своих собственных граждан. Два террористических акта, закончившихся сомнительными и рискованными операциями, повлекшими гибель более 500 человек среди погибших и 186 детей. Любое правительство всегда несет ответственность за все те неудачи, которые происходят. Ответственности, конечно, никакой никто не понес. А осознавая свой провал и нависшую угрозу над своими рейтингами, Путин все больше сдавливал свободу слова в России. Честные и смелые журналисты, задающие неудобные вопросы, как, например, Анна Политковская. Мы там все страдали, а это был просто подконтрольный теракт. Власть отлично осведомлена, что никаких протестов по поводу этого, митингов, шествий и какой-либо опасности для себя она от этого не имеет. Несли прямую угрозу Путину, что в условиях России не оставляло Анне никаких шансов выжить. 7 октября 2006 года, около 4 часов дня, Анна Политковская вошла в этот подъезд своего дома. Она возвращалась с покупками. Она сделала несколько шагов по лестнице и в лифте ее убили четырьмя выстрелами. Вплоть до 2008 года непосредственными свидетелями преступлений путинского режима были лишь сами россияне. Но летом 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии. Дмитрий Медведев в полном соответствии с Конституцией принял решение о проведении операции по принуждению Грузии к миру. Любители спецоперации развязали настоящую жестокую войну, жертвами которой стали более 400 грузин и не менее 300 россиян. Путинских генералов с того момента начали называть не иначе, как убийцами. Как, например, мясника сирийского Алеппо. Генералы подстать своему верховнокомандующему, который клятвенно обещал матери убитого Бориса Немцова найти и наказать убийц ее сына. Спустя 8 лет главный подозреваемый в деле Немцова с оружием в руках идет убивать граждан Украины. И поверьте, Путину не стыдно смотреть маме Немцова в глаза. На войне в Украине замечен предполагаемый организатор убийства российского политика Бориса Немцова, офицер МВД из Чечни Руслан Геремеев. Ложью, цинизмом и сплошным наплевательством на жизни простых граждан пропитан путинский режим. И касается это не только жителей Украины, Грузии или же Сирии. Для Путина даже свои же, свои россияне всего лишь нескончаемый ресурс для достижения собственных целей. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказ. А теперь, внимание, то, что мы обещали в начале. Конкретная цифра погубленных душ россиян, в смерти которых виновен лично Владимир Владимирович Путин. С учетом войны в Украине и припоминая Сирию, Алеппо и остальные прегрешения Путина, Норд-Ост, Беслан и так далее, на руках бункерного тирана кровь сотен тысяч человек, не меньше. Львиная доля этих загубленных жизней россияне. И, кстати говоря, трубя о необходимости деноцификации, режим Путина как-то наплевал на пожары в Сибири. Уважаемые простые россияне, задайте своему правителю Путину простой вопрос. Владимир Владимирович, а что произошло с городом Уяр? А в ответ вы, конечно же, услышите. Он сгорел.